Мы продолжаем цикл проповедей на серию «Одразу». Это Евангелие от Марка, и сегодня восьмая глава. Давайте вместе мы внимательно читаемся в эту первую историю. Итак, Евангелие от Марка, восьмая глава. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. Я назвал эту проповедь «Вопросы на миллион». Дело в том, что в 8 главе семь историй или семь событий, которые происходят с учениками Иисусом, и практически во всех этих событиях Иисус использует или задаёт вопросы. Для чего Иисус задаёт вопросы? Неужели ему нужны ответы на какие-то вопросы? Конечно же, нет, но он задаёт с целью ученичества, ради учеников. А ученичество – это и есть сила вопросов. И в этих историях есть два таких взгляда. С одной стороны, то, как видят люди, как видят ученики ситуацию, и с другой стороны, как Иисус её видит и хочет показать ученикам. И как раз вопросы он использует для того, чтобы показать ту или иную ситуацию. Ну, есть различные шоу, в правилах которых, отвечая на разные вопросы, человек может заработать или выиграть миллион. К примеру, калифорнеец Джо Трелло, выступив в телешоу «Кто хочет стать миллионером?», правильно ответил на 14 вопросов и получил 1 миллион долларов. Финальный вопрос звучал так. Интересно? Какое насекомое устроило замыкание в первом суперкомпьютере, породив термин «компьютерный жук» или «компьютерный жучок»? Знаете? Джо ответил «Мотылек», и это был правильный ответ. А вот в программе «Дуэль» медсестра из Флориды, Эшли Реджестер, выиграла миллион восемьсот тысяч. Она должна была ответить на финальный вопрос. И он звучал так. Что весит больше? Галлон воды, галлон сырой нефти или галлон растительного масла? Вы бы на что поставили? Эшли поставила на воду и победила. Итак, первый вопрос, который задает Иисус. Сколько у вас хлебов? Сколько у вас хлебов? Что видят ученики? Видят семь хлебов и целую кучу голодных людей. Написано с первого стиха, читаем, «В те дни, когда собралось весьма много народа». Сколько это «весьма»? Марк говорит «четыре тысячи», А Матвей говорит «не считая женщин и детей». То есть людей было еще больше. Зачем собралась эта огромная толпа? Вообще, кто их туда позвал, откуда они узнали? Читая контекст, мы читаем в 7 главе предыдущей, с 31 стиха, «Выйдя из пределов Тирских и Сидомских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». То есть вот эти события сейчас происходят в пределах Десятиградия, так назывался этот район. А что произошло в Десятиградии? И еще чуть-чуть раньше, в 5 главе, и мы об этом уже проходили с вами, мы читаем историю про то, как Иисус изгнал бесов из одержимого человека. То есть это был сумасшедший человек, мы бы так сказали сегодня, который просто был раздет, и жил на кладбище, рвал цепи, кидался на людей, был одержим. И просто люди обходили Десятой дорогой это место. И вот Иисус, когда проходил, Он изгнал этих бесов, эти бесы вошли в свиней, и свиньи с обрыва прыгнули тогда. И люди попросили отойти Иисуса от этих пределов, и этот человек, которого Иисус исцелил, подошел к Иисусу и говорит, «Я хочу идти за тобой». На что Иисус ему ответил, «Нет, пойди домой, и там расскажи, что с тобой сделал Господь». И мы читаем 5 глава, 19-20 стих, «И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, слушайте, в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Какая реакция людей? Все дивились. Слушай, сумасшедший человек, который еще и голый, не давал бегал, рвал цепи на себе, волосы рвал, а тут он проповедует об Иисусе, совсем адекватный, и все удивляются. И теперь я думаю, что большая часть, или может быть большая часть людей этих, они пришли по свидетельству этого человека. Вы понимаете, что свидетельство одного может иметь очень большую силу? С многими из нас Иисус сделал чудо, изгнал бесов, кто-то из нас был блудником и зависел от порнографии, а кто-то был зависим от алкоголя или наркотиков, а кто-то просто был таким высокоморальным, духовным гордецом, и Бог избавил нас, освободил нас, и наше свидетельство может многое. А что может произойти благодаря нашему свидетельству? Люди могут прийти к Иисусу, тоже получить освобождение, тоже их жизнь может измениться. Поэтому дай Богу использовать свои свидетельства. Вы знаете, если у вас был уже такой момент покаяния в жизни, и вы посвятили свою жизнь Богу, вдруг вы не делали этого упражнения еще, я бы вам просто такое домашнее задание дал. Возьмите листик бумаги и запишите три момента. Первое. Жизнь до покаяния. Это может быть несколько предложений. Что было с вами? Что было не так с вами? Потом запишите момент покаяния. То есть, возможно, какой-то стих из Библии, слово Божие, возможно, какая-то такая мысль пронзила ваше сердце, вы что-то такое осознали, что раньше не понимали. И это то, что изменило вас. Запишите это. Момент покаяния. И третье. Что, собственно говоря, изменилось после вашего покаяния? Тоже в равных частях несколько предложений. И поделитесь с родными, возможно, на малой группе. И я уверен, такое свидетельство вам пригодится, когда вы будете делиться со своими сокурсниками или с людьми на работе, или просто с случайными, какими-то встречными. Это очень хороший такой момент, который, мне кажется, каждый христианин должен для себя вот такую автобиографию записать. Сколько у вас хлебов? Для чего Иисус спрашивает это? Неужели непонятно, сколько бы у них не было хлеба, семь или двадцать, семь, все равно не хватит на такую большую толпу? Представьте себе, вот это последнее наше собрание совместное на улице на день праздник малых групп тогда мы делали. хорошая погода была. И вот без детей нас было приблизительно 800 человек. То есть это, представляете, 800 человек, это большая-большая толпа, очень много людей было. И вот, к примеру, один вот такой хлеб, я так себе представляю, возможно, он так выглядел. Это грузинский лаваш, не еврейский, но примерно хлеб есть хлеб. И вот этот хлеб, этот лаваш весит 400 грамм. Как вы думаете, сколько надо человеку, которые вот уже три дня они там были возле Иисуса, ну, возможно, у них были свои продукты, они закончились, и вот они голодные, да? Сколько надо человеку, чтобы, ну, вот, наесть? Ну, возможно, и лаваш, да, целый уйдет. Ну, возьмем по минимуму пол лаваша, 200 грамм. Потому что там сказано, что рыба была. Значит, допустим, Господь еще умножил там 200 грамм рыбы. То есть 400 грамм на человека, мне кажется, наесться можно. Правда? Потому что написано, что они поели, и еще осталось, понимаете? Они насытились. Не просто перекусили, чтобы как-то еще продержаться, а они, ну, наелись вдоволь, и еще осталось 7 корзин. И интересно то, что вот если взять 4 тысячи по минимуму, а мы знаем, там еще были дети и женщины, да? Ну, давайте просто мужчин посчитаем. 4 тысячи по 200 грамм, того и 200 грамм другого. Это оказывается где-то, ну, 800 килограмм надо хлеба и 800 килограмм рыбы. То есть, ну, полторы тонны еды. Если бы ученики знали об этом, то, скорее всего, они бы приготовились, возможно, бы чуть побольше с собой запасов взяли. Если они знали, что будет такая толпа, и люди будут голодные. Вы понимаете, если бы мы знали, что будет позже, то мы бы могли подготовиться. Но Бог часто ведет в нас как раз в неизвестность, когда мы не знаем. Сколько у вас хлебов? А сколько вам лет? Подумайте. Все эти годы до сегодняшнего дня Бог не оставлял вас. Вы живы. Вы что-то кушали. За 70 лет жизни среднестатистический человек, знаете, сколько съедает еды? 50 тонн. Это если вам 35 лет, это значит уже 25 тонн на вашем счету точно есть. Я уже как-то рассказывал про свою маму. Лет 10 назад она умерла. И в последние годы, когда они с отчимом жили, они жили на пенсию. Работы не было дополнительной. Пенсия была минимальная такая, как была. И вот как получалось. За неделю все эти деньги уходили на продукты, на оплату коммунальных. И потом там 3 недели еще оставалось до следующей пенсии. и денег уже не было. И вот мама, она так вот это как бы вспоминает, говорит, слушай, я вот так оглядываюсь назад, и хотя денег не было, ну, всегда мы нуждались в деньгах, но, говорит, никогда мы не голодали. И потом она делает такой вывод, это для меня таким откровением стало. Видимо, Бог есть. Она не церковный человек абсолютно был. Говорит, видимо, Бог есть. Сколько у вас хлебов? А сколько осталось? Семь корзин. Вы понимаете, Иисус не дает больше, чем ты можешь унести. Семь корзин. Он бы мог дать еще больше, но дает столько, сколько можно использовать и раздать. Когда Бог посылал Манну, кто читает Ветхий Завет, вы знаете, Он сказал, сколько нужно брать. Столько, сколько ты можешь раздать для своей семьи, для тех, кто живет у тебя в шатре. Не больше, меньше. На этот день именно. А те, кто пытались как-то больше собрать, что происходило, вы помните? Заводились черви. Когда мы забываем о других и переживаем лишь о своем завтрашнем дне, заводятся черви. Сколько у вас хлебов? Бог умножает из того, что есть. Что видят ученики? Семь хлебов и множество голодных людей. А что видит Иисус? Что хочет показать Иисус? Иисус призвался учеников своих, сказал им, жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. И вот это слово, жаль, оно очень сильное на самом деле в греческом языке. У нас это не просто, знаете, ну, жаль. Это настолько жалко, но это слово, во-первых, используют для описания внутренних частей органов. И это слово описывает очень глубокое чувство, которое испытывал Иисус. Когда вы волнуетесь, к примеру, сильное волнение очень бывает, что это настолько, вот эти чувства затрагивают вас, что прямо в животе может ощущать, когда там спазма происходит. Или когда мы хотим выразить какую-то неприязнь к человеку или таким сильным словом, мы говорим, у меня в печенках сидит, да, этот человек. И вот когда, в данном случае, можно было бы сказать, что Иисус, Он испытывал или почувствовал на такое большое сострадание прямо до глубины души. То есть это не просто, знаете, Он сделал чудо, чтобы они поверили, что Он Мессия. Нет, Ему было искренне и жаль, и Он сострадал этим людям. То есть Иисус не просто делает шоу на большом стадионе, где много людей, но Он испытывает сострадание, когда люди находятся в нужде. И следующий вопрос, который задает Иисус, для чего род сей требует знамения? Они переплыли, они накормили людей, с учениками переплывают на другому берегу. И написано, вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И Он, глубоко вздохнув, сказав, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. Что видят ученики? Они видят фарисеев, то есть это высоконравственные, высокодуховные, ученые люди, так сказать, элита общества. Они знают Писание, до их праведности не дотянуться, тем более простым каким-то рыбакам. Требуя знамений, возможно, они хотят увидеть подтверждение из Писания, и они такие духовные люди. Но что хочет показать Иисус? Смотрите, не дастся роду сему знамения. Почему Иисус не покажет им знамения? Он уже столько чудес сделал, что Он не может еще одно чудо сделать. Написано, смотрите, как Марк видит эту ситуацию. Они требовали знамения, искушая его. Вы понимаете мотив? Они не хотели просто получить знамение. Если бы они даже получили знамение, они бы не поверили, потому что уже были прецеденты, когда они сказали, да не, он силой бесовской изгоняет. То есть, уже было множество чудес, которые бы могли привести к тому, чтобы они поверили, что Он Мессия, что Он тот, обещанный Богом через пророков. Иисус проявляет сострадание. Иисус делает много чудес, чтобы они увидели в Нем Мессию, а они так и не принимают. Я знаю одну семью, их знакомая упала из девятого этажа. И она попала в больницу, лежала какой-то период времени в больнице, и врачи говорили, она не выживет. Она выжила. Ходит своими ногами сегодня. И они говорили ей, слушай, это Бог. Это только Бог мог сделать такое чудо. И хотя она признавала это, но она так и не посвятила свою жизнь Христу. Она так и не последовала за Христом. Возможно, и в вашей жизни были чудеса. Вы переживали вот эти откровения или такие моменты, когда вы знали точно, это Бог. Это был Бог. Но так вы и не покаялись, и не посвятили свою жизнь Христу. Ученичество начинается с момента, когда Иисус зовет следовать за Ним. Следуй за Мною. Не завтра. Не потом. Сейчас. Тот час. Подразу. И сразу после этого Иисус говорит ученикам, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и Иродовой. И вот эта закваска фарисейская, интересно, Лука ее описывает. Это говорит, есть лицемерие. То есть лицемерие – это двойная жизнь. Это жизнь под маской. Человек один делает вид, что он другой. И Иисус говорит, берегитесь двойной жизни. Берегитесь. Вы знаете, какая главная причина, почему дети верующих родителей уходят из церкви? Двойная жизнь родителей. На людях и в церкви они верующие, дома они другие. Ребенок видит, как ты поешь псалмы в церкви, а потом, как ты дома относишься к их маме. Закваска Иродова, она, кстати, здесь просто как в одном, в таком предложении, оно сказано на одном ряду. Закваска фарисейская и Иродова. Это тоже двойная жизнь. Смотрите, в 6 главе Марка, и мы об этом уже говорили ранее, написано про отношения Ирода и Ивана, Ивана Крестителя. Он был пророк, который возвещал о приходе Христа. И вот сказано, смотрите, «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Слышите? «Многое делал, слушаясь его», то есть Ивана Крестителя. «И с удовольствием слушал его». То есть такое впечатление, как отношение ученика и учителя. Такое впечатление, что Иван для Ирода был учителем, советником, от которого он учился и какие-то даже что-то применял в своей жизни. И тем не менее, несмотря на это, он убил Ивана. Когда он встал перед выбором и взвесил, что ему там выгоднее, он убил Ивана. Какое свойство имеет закваска? Закваска – это как дрожжи, ложится в тесто, и тесто растет. Оно растет, ключевое слово. Закваска растет. Либо ты растешь в познании и посвящении Иисусу Христу, либо ты растешь в том, что уводит тебя от Христа. Нету средней позиции. Сам Христос говорит, кто со мной не собирает, тот расточает. Позже, когда Иисус висит на Христе, фарисеи требуют знамения «Сойди с Христа», и мы тогда уверуем. Иисус так и не сошел, Он умер. Но когда Он воскрес, они все равно не поверили. Они все равно придумали то, что, давайте скажем, что Его выкрали. Настолько были твердые сердца. Для тех, кто ищет знамения, Иисус не даст никогда знамения. А тот, кто ищет самого Иисуса, тот видит чудо в своей жизни. Я как-то одного очень такого близкого для меня человека завозил в революционный центр. Он многие годы зависел от алкоголя, был зависим от алкоголя. И у нас было собеседование, мы сидели, разговаривали с руководителем этого революционного центра. И потом в конце этот руководитель сказал этому человеку, говорит, ты знаешь, если ты просто вот хочешь бросить пить, навряд ли у тебя что-то получится. Говорит, ну если ты захочешь, вот всем сердцем захочешь, познать Христа, то ты не вернешься больше к алкоголю. Он тебя освободит от этого. И важно понимать, что Бог имеет с нами дело не из-за того, что мы перестали пить там, курить или ругаться матом. Он имеет с тобой дело, ведь ему до глубины души жалко тебя. И по этой причине он отдал самое дорогое, что у него было – сына. Иисус проявляет сострадание. Фарисеи требуют знамений. Иисус делает чудо с хлебами, а ученики переживают о том, что им нечего кушать будет, что они не имеют хлеба. И тогда он задает очередной вопрос, или вернее серию вопросов. «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы в кусков? Говорят ему – двенадцать. А когда семь для четырех тысяч? Сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали – семь. И сказал им – как же не разумеете? Что видят ученики? Что они, имея семь корзин хлеба, взяли с собой только один хлеб. И они, возможно, спорят, возможно, ищут виноватого. Кто не взял? Кто забыл? И что хочет показать Христос? Смотрите, он говорит – оглянитесь назад. Все это время я заботился о вас. Доверяйте мне. Что ты видишь? Это следующий вопрос, который он задает человеку, вот этому слепому, который приходит к нему. Приходит из Вифсаиду и приводят к нему слепого. И просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза. Возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказав – вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказал – не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Вы знаете, когда перечитывал я вновь и вновь эти истории, создается впечатление, что Марк специально их в таком порядке записал и что они взаимосвязаны между собой. То есть насыщение толпы, потом фарисеи, которые требуют знамений, потом предупреждение закваски фарисейской и теперь история про слепого. Подумайте, просить знамения на фоне чуда насыщения многих тысяч – это слепота, который хочет видеть что-то на небе, но под носом ничего не видит. Когда ученики уже дважды лично видели чудеса с хлебом, умножение хлебов, и переживают о том, что они не взяли с собой хлеба, Иисус им говорит – имея очи, не видите. И теперь Иисус, исцелив слепого, задает вопрос – что ты видишь? Почему Иисус исцеляет слепого в два этапа? Интересно, это один такой момент, да, мы больше не находим в Библии. Я думаю, что Иисус хочет, чтобы тот видел не просто, не просто видел, а чтобы он увидел, что его исцелил Христос, чтобы он увидел Христа. Вы понимаете, мы можем видеть корзины хлеба, мы можем видеть людей, деревья, но видим ли мы в своей жизни Христа? Почему Иисус, отправляя его домой, сказал – не заходи в селение и не рассказывай никому в селение? Вы помните в Десятиграде, когда он изгнал бесов из человека, легион бесов? Он ему сказал – иди домой, расскажи всем. В этом случае он говорит – иди домой, в селение не заходи и никому не расскажи ничего. Почему? Во-первых, потому что он понял, этот слепой, что он Христос. И Иисус не хочет, чтобы он рассказывал о нем, потому что его не примут. Смотрите, откуда это я беру. Событие происходит в Евсаиде, 22 стих. А в 11 главе Матфея и в 10 главе Луки мы читаем такие слова, которые говорит Христос. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Евсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище, и пепли покаялись». То есть были явлены силы. Там, в Евсаиде, Бог, Иисус, делал чудеса там, но они так и не поверили, они были закрыты. Потом он говорит, даже не заходи туда, они не примут. Они не примут твоего свидетельства. Сколько Бог являл силы в нашей жизни? Подумайте. Сколько Он являл в вашей жизни силы? А вы еще не покаялись. Вы еще не посвятили свою жизнь Христу. Сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Подумайте, мы дышим кислородом, который Он создал. Вы вдыхаете примерно за день 23 тысячи раз. Ваше сердце делает 100 тысяч ударов за сутки. Это сердце создал Бог. Представьте себе, что ваш глаз способен различить 10 миллионов смешанных оттенков. Способны ли вы различить и увидеть Христа? И далее Иисус задает два вопроса. За кого почитают меня люди? И вот как видят Иисуса люди. Одни отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью. А иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. Для современного слушателя Иисус Христос, это, знаете, звучит как имя и фамилия. Но на самом деле Христос происходит от греческого слова Кристос, что означает помазанник. Это перевод еврейского слова Машех, Мессия, эквивалент, это то же самое слово. И вот Иисус спросил учеников, что думают о нем люди, а потом спросил их, а что они сами думают о нем. То есть, вы понимаете, недостаточно знать, что о Христе думают другие. Но мы должны сами знать и понимать и признавать, что он Мессия. Мессия. Вначале, вы понимаете, ученики не совсем поняли, что это такое. Да, они признали в нем Мессию, но почему он говорит никому не говорить? Потому что ученикам еще нужно было время, пока Христос умрет. И потом, когда они переживут его воскресенье, чтобы их пазлы сложились, и они поняли, что такое Мессия. Потому что когда люди слушали, что Мессия помазанный, что они представляли? Давид помазанный был царь, Саул был помазанный царь, Соломон был помазанный царь, а этот из рода Давида пришел, понимаете? Помазанный царь, он должен стать царем, он свергнет это римское правительство, а мы с ним, представляете, как заживем. Будем руководить, руководящие посты, у нас хорошая зарплата будет, можем все себе позволить. А он говорит, да нет, я буду, я умирать иду. Петр начинает, говорит, как ты умирать иду? Представляешь, друг, с которым классно так, есть хлеб всегда, чудеса переживают, постоянно все по-новому, радуется жизнь, а он говорит, я умру. Конечно, он отводит его в сторону и говорит, не может такого быть с тобой. Он говорит, отойди от меня, сатана. После слов исповедания Христа о том, что он Мессия, Господь, он отводит его и говорит, отойди от меня, сатана. И позже он рассказывает о том, что если кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя. вы понимаете, Мессия это тот, кто послан отцом, чтобы стать вот этой жертвой искупления. Искупление от греха и ада. И далее Иисус задает заключительный вот этот риторический вопрос на миллион. Миллион, да. Это не просто миллион, понимаете. От этого вопроса зависит наша жизнь, вечная жизнь. или мы будем с Богом, или мы будем отдельно проводить эту жизнь. И этот вопрос звучит так. Ибо какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И дальше из этого вопроса вытекает другой. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот как видят люди эту ситуацию. Чем больше денег и власти, все можно решить в этом мире. Что хочет показать Иисус? Что бы ты не достиг в этой жизни? Как бы ты, кем бы ты не стал? Сколько бы у тебя не было денег? Ты предстанешь перед Богом и не сможешь откупиться от Него. Тебе нужен Искупитель. Хотя Иисус пролил кровь за всех, но знаете в чем сила? Что Он видит одного отдельного человека. Хотя Он кормит четырех тысяч людей, но Он берет за руку одного вот этого слепого. Он знает тебя по имени. Эту историю я слышал от одного пастора, который ехал в машине с другим служителем и при дороге увидел цветы. Спросил, а что это цветы? Что это? Поселок небольшой. И обычно, когда цветы ставят на дороге, вы понимаете, что там была смерть. И тот рассказал, что это ребенок погиб. Этот пастор, он говорит, я подумал, какая напрасная, какая пустая смерть. он еще жизни не видел, этот ребенок и просто вот умер. Но оказалось, что это цветы были посвящены ребенку, который спас своего младшего брата. Он возвращался со школы и увидел, как его младший брат выбежал на дорогу и доли секунды буквально оставались, потому что машина мчалась и он просто вытолкнул его с дороги, а сам погиб. И тогда, говорит, этот пастор, говорит, я понял, что это была не потерянная жизнь. Это была спасительная жизнь. Вы понимаете, что смерть Иисуса это не потеря, это спасение. И какое можно сделать такое практическое применение для своей жизни, слушая вот эти истории и слушая эти вопросы, отвечая на эти вопросы? Четыре их. Первый из них признавай Иисуса первым номером своей жизни. Если у тебя не было этого решающего момента в жизни, момента посвящения Богу, покаяния, тебе нужно покаяться, потому что завтрашний день не в твоей власти. Мы не знаем, сколько нам суждено, и ты не знаешь, в каком ты состоянии будешь эмоциональном, моральном завтра, сможешь ли ты покаяться. Потому что покаяние это подарок Бога. Если у тебя есть побуждение посвятить свою жизнь, ты не глуши его, потому что такого побуждения не всегда будет. Если оно есть, это значит, Дух Святой касается твоего сердца. Тебе нужно покаяться. Но если вы уже каялись, это к нам тоже относится, вы понимаете? Потому что признавать Иисуса Господом в своей жизни, это дело каждого дня. В контексте, там в самом конце Иисус говорит, кто хочет следовать за мной, пусть возьмет крест свой и следует. И там в греческом языке стоит такая форма, как можно перевести, что кто берет крест свой ежедневно, и некоторые переводы так уже и переводят. Вы понимаете, чтобы быть учеником Иисуса, быть последователем, надо брать свой крест ежедневно. Что такое крест? Крест – это смерть. На крестах убивали в то время, и люди понимали, когда речь шла про крест, не украшение, это смерть. Что значит за смерть? Смерть для себя, для своего эгоизма, для своих ценностей каких-то. Ты жил, ты для себя жил, ты учился для себя, карьеру себе строил. И тут в какой-то момент ты понимаешь, что, Господи, а ты ж меня создал, оказывается, у тебя был замысел для меня, а я вообще игнорил, я мимо проходил этого всего. И ты осознаешь, что ты вообще мимо шел. Вы понимаете, у нас есть вещи дома, которые вот, ну, ненужные. Ну, ты перелаживаешь его с места на место, ну, год поперелаживаешь, ну, два, ну, пять лет поперелаживаешь. В конце концов, что ты сделаешь с этой вещью? Либо ты отдашь, либо ты ее выкинешь, вы понимаете? Каждый из нас имеет вот это предназначение Богом. Мы имеем место, мы не просто вещь, которую перелаживают с места на место. К тому, как спросили одного служителя на пастырской конференции, он уже пожилой, в возрасте, 80 лет, он 50 из них в служении. Его спрашивают, пастор, скажите, а когда вы покаялись? Он говорит, сегодня утром. Вы понимаете, так важно нам вот иметь вот это обновление, посвящение каждый день перед Господом. второй момент делись тем малым, что имеешь. Ученики имели семь хлебов и Господь умножил. Есть иудейский праздник Пурим в честь избавления, о котором рассказано в книге Исфирь. И интересно то, что в этот день есть такая традиция, потому что это написано было, заповедано, что каким бы ты бедным ни был, ты должен сделать подарок, найти себе еще более беднее человека, пожертвовать ему денег, сделать подарок. И мне кажется, это одна из таких христианских ценностей, о которой говорили апостолы. Апостол советует там ряд разных таких моментов своим ученикам и говорит, только чтобы нищих не забывали. И очень важно, это принцип такой духовной жизни, Иисус учит, да, блажение давать, чем принимать. И потому почему не имеем? Потому что не просим, а чего просим и не получаем? Потому что просим для себя. Понимаете? Потому что мы зациклены на себе. У нас черви заводятся. Потому жизнь так устроена, что мы должны служить друг другу. В организме все так устроено, рука служит, понимаете, там одевает и так дальше. Родители так устроены, служат детям. И так церковь устроена, так мы устроены, люди. И потому мы начинаем разлагаться, паразитировать и мы просто живые мертвецы, когда мы живем для себя. Это не радости никому не приносит, не счастье, тем более не окружающим, не тем более нам самим. Но когда ты начинаешь даже того малого, что ты имеешь отдавать, вкладывать, это приносит счастье, Дух Святой наполняет сердце, и ты действительно испытываешь радость. И третий момент, прекрати двойную жизнь. Прекрати двойную жизнь. Мы говорили про лицемерную закваску, которая растет. Возможно, вы дома один, а в церкви другой. Возможно, на работе так и не знают, что вы верующий, что вы христианин. Вы называете себя христианином, но неделями не читаете Библию, не обманываете себя. Возможно, вам нужно это изменить сегодня. Попросите прощения у Господа, попросите прощения у родных, попросите прощения у детей, чтобы вы вели такой образ жизни или ведете такой образ жизни. Потому что Бог будет спрашивать горе, через кого приходят соблазны. Очень часто эти соблазны могут через нашу такую нехристианскую жизнь. Из одного источника не может вытекать и холодная и горячая вода. И последнее, используй силу слов. Если ты преподаватель в учебном заведении, возможно, учитель в воскресной школе или просто служитель домашней группы, используй вопросы. Составляй хорошие вопросы. Потому что сила ученичества это хорошие вопросы. Так делал Иисус. И наша цель не просто передавать. А мы все знаем. Нам нужны эти вопросы для того, чтобы эти ответы стали нашими личными. Если ты родитель или просто собеседник, не торопись с ответами. Потому что у нас есть много готовых ответов, но задавай вопросы. Особенно если мы воспитываем детей. Сотни вопросов он задает. И, конечно, проще ему уже шаблонно ты знаешь ответ на этот вопрос. Но не торопитесь с ответами. Задавайте вопросы, чтобы это стал его личный ответ, чтобы он сам пережил, чтобы это трансформировало его жизнь. Одним словом, учись у Иисуса и не откладывай его дело на потом. Если покаяться, то покаяться сейчас. Крещение прими сейчас. Присоединиться к служению служи сейчас. Изменить вот эту лицемерную жизнь, делая радикальные шаги, измени это сейчас. Потому что потом не будет. Она растет, эта закваска, помните, да? Либо мы растем с Господом, либо мы растем от Господа. Дай Господь мудрости нам. Аминь.